Всем привет! Предлагаю простой рецепт приготовления торта с финиками. Это очень вкусный и нежный торт к любому празднику. И приготовить такой торт совсем не сложно. Для этого торта нам понадобится 200 грамм фиников. Вынимаем косточки из фиников и нарезаем мякоть на небольшие кусочки, примерно вот на такие. Заливаем финики стаканом воды. Если финики сочные, то заливаем холодной водой. Если финики сухие, то заливаем стаканом кипятка. Накрываем крышкой и оставляем минут на 30, затем воду сливаем. В миску выкладываем 2 стакана просеянной пшеничной муки. Объем стакана 200 миллилитров. Добавляем 1 стакан сахара, 70 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла, 1 куриное яйцо. Добавляем финики, предварительно слив с них воду. Все хорошо перемешиваем. Небольшими порциями добавляем молоко. Молока нужно добавить столько, чтобы тесто получилось консистенцией, как густая сметана. У меня на это ушло примерно 2 третьих стакана молока. Тесто еще раз хорошо перемешиваем. Очень важно, чтобы в тесте не было комочков. В заключение в вымешанное тесто добавляем 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя и еще раз все хорошо перемешиваем. Ссылку на домашний разрыхлитель я дам в описании под видео. Дно формы для выпечки покрываем пергаментом и выкладываем на пергамент вымешанное тесто. Чтобы тесто более равномерно распределилось в форме, прокручиваем форму вокруг ее оси. Выпекать корж будем в разогретой духовке до 180 градусов по Цельсию минут 30-35 до приятного золотисто-коричневатого цвета. Остывший корж выкладываем из формы, срезаем с коржа верхушку, верхушку съедаем сами или отдаем ее домочадцам. Разрезаем корж на две половинки. Раскладываем половинки коржей отдельно друг от друга и приступаем к приготовлению крема из сливок. Для крема используем сливки не менее 33 процентов жирности. Чтобы сливки получились пышными, их нужно взбивать очень холодными. Желательно выдержать в холодильнике сливки перед взбиванием не меньше 12 часов. Посуда, в которой вы будете взбивать сливки, должна быть идеально чистой, без жира и капель воды. Взбиваем сливки при помощи венчика или миксера. Начинать взбивать сливки нужно с самой низкой скорости и постепенно ее увеличивать. Как только сливки начнут густеть, не прекращая взбивание небольшими порциями, всыпаем в сливки сахарную пудру. После того, как всыпем в сливки все 150 грамм сахарной пудры, продолжим взбивать все до тех пор, пока сливки не загустеют до такого состояния, что не будут стекать с венчика. У меня на это ушло ровно 4 минуты. Здесь главное не переусердствовать, чтобы сливки не превратились в масло. Крем готов и теперь настало время покрывать этим кремом коржи. Сначала промазываем первый корж. Крема для этого не жалеем. Чем больше крема, тем вкуснее торт. Накрываем промазанный корж вторым коржом. Как можно плотнее прижимаем оба коржа друг к другу. Промазываем верхний корж и далее обмазываем оба коржа со всех сторон. Украшаем торт по своему желанию. Я украсила торт очень просто, незамысловато. Этот торт у нас для семейного чаепития, поэтому я особенно с украшением не старалась. Для меня главное, чтобы торт был вкусным. Отправляем торт в холодильник на несколько часов для того, чтобы он там хорошо пропитался и стал еще вкуснее. Торт простоял в холодильнике всего лишь один час. На дольше не хватило терпения. Торт получился просто замечательный, вкусный и очень нежный. Моя семья от этого торта была просто в восторге. Всем удачи! Обязательно радуйте такими вкусностями себя и своих близких.